В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В администрации прошло внеочередное 41-е заседание Совета депутатов Ленинского района. Благодаря одному из решений стало возможно переселение из ветхого жилого фонда порядка 100 семей. Ремонт в здании третьей хирургии будет закончен раньше срока. Об этом сообщили депутату Московской областной думы Юрию Липатову во время его визита на объект. Все, конечно, согласовывается, обсуждаем. И вот такое взаимодействие действительно радует. Видно, что результаты есть. В муниципалитете провели первый кулинарный конкурс «Видная хозяюшка». Из своих погребков участники достали самые лучшие заготовки из овощей, фруктов и ягод. Конкурс замечательный. Проводить его нужно почаще, потому что все довольны. В здании администрации состоялось неочередное 41-е заседание Совета депутатов Ленинского района. 9 вопросов были вынесены на повестку дня. Первые 6 касались утверждений проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки части территорий городских и сельских поселений муниципалитета. К каждому поселению был отведен отдельный вопрос, предлагаемый к обсуждению. Народные избранники могли высказаться по каждому. Так депутат от Володарского поселения Лидия Козлова отметила важность принятия решения, поскольку от него зависит переселение из Ветхого фонда порядка 100 семей. Приняв это решение, мы будем знать, что люди переселятся в новые дома. Итажность нас удовлетворяет, у нас это очень хорошо вписывается в нашу предстоящему парашют коллег. За исключением незначительных замечаний, в целом относительно каждого поселения вопросы по утверждению проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки были отобрены и утверждены большинством голосов. Прошу голосовать. Все за. Против. Воздержались. Решение кинетов большинством голосов. Еще один важный вопрос, также принятый на заседании Совета депутатов района, о принятии к исполнению части полномочий органов местного самоуправления Ленинского района. В связи с тем, что у нас депутаты города, видно, на прошедшем заседании единогласно проголосовали за передачу полномочий в район, соответственно, это позволит финансовому управлению проработать ситуацию по бюджету. Не менее важный вопрос, по которому высказалось несколько депутатов, касался установления максимального размера платы за пользование парковочными местами на охраняемых плоскостных парковках на территории муниципалитета. Докладчик депутата Валерий Черников отметил, что предварительно была проведена большая работа. Мы взяли за основу расчеты, предоставленные нашей МУП «Автоград». Расчеты, которые были определены для них при аналогичных равных условиях и содержании, хранении, обслуживании территории. И определили, что верхняя планка должна оставлять не выше 3 700 рублей. И это тот случай, когда меньше можно, больше ни-ни. Поэтому, если застройщик считает, что он может оказать эту услугу за более низкую стоимость, это будет похвально. Продолжается ремонт офтальмологического отделения и третьей хирургии в Видновской районной клинической больнице. Проверить, как продвигаются работы, приехал депутат Московской областной думы Юрий Липатов. Оценила изменения и наша съемочная группа. Полный капитальный ремонт здания 3-го хирургического и офтальмологического отделений идет в плановом режиме. В этом депутата Московской областной думы Юрия Липатова, приехавшего проверить ход работ, заверил представитель подрядчика. А также пообещал, что постарается завершить ремонт досрочно. Зрок контракта у меня до следующего года, до конца 2020 года. Но мы проговорили, что я постараюсь к концу мая, начало июня отдать полностью. Уже закончены все черновые работы. Идет замена инженерных систем, отопления, водоснабжения, канализации. Монтируют новую систему вентиляции с установкой специальных очистителей воздуха. Параллельно идут общестроительные работы, которые, как вы сами видите, это монтаж плитки, монтаж гипсокартона, отделка, шпаклевка. Также буквально сегодня у нас уже приезжают строительные леса, и завтрашний день у нас начинается монтаж. Мы приступим к фасаду этого здания. Проект предусматривает установку металлокостей от вентилируемых и утепленных панелей. Цветовое решение сейчас согласовывается с администрацией города. Параллельно идут подготовительные работы к замене кровли здания. Ход ремонта лично контролирует главный врач ВРКБ Бутай Бутаев. Все обсуждаем, в том числе и проемы, и коммуникации в том числе, как это будет эстетично, как это будет по санитарно-геническим нормам, с учетом медицинского учреждения. Все, конечно, согласовывается, обсуждаем. И вот такое взаимодействие, оно действительно радует, и видно, что результаты есть. Юрий Липатов остался доволен увиденным и пообещал приехать вновь. Строительство идет, деньги осваиваются. Ну, не обижайтесь, будем с определенной периодичностью сюда заезжать. Если в чем нужна будет помощь, пожалуйста. На капитальный ремонт отделений ВРКБ из областного бюджета выделено 105 миллионов рублей. После завершения работ здание 1967 года постройки будет соответствовать всем современным требованиям. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видно этого. В Ленинском городском округе провели первый кулинарный конкурс «Видная хозяюшка». Его организаторами стали Союз женщин Подмосковья и Общество ветеранов муниципалитета. Из своих погребков бабушки достали самые лучшие заготовки из овощей, фруктов и ягод. Наш корреспондент Юлия Погасьян вошла в члены жюри и готова поделиться с телезрителями рецептами видновских мастериц. Российские женщины всегда славились своей хлебосольностью. В нашей стране принято вкусно готовить, накрывать богатые столы, угощать родных и близких различными блюдами. Отдельного внимания заслуживают заготовки к зиме. Так называемые разного рода соленья и варенья. Идея организовать кулинарный конкурс для хозяюших своих домашних погребков возникла у члена Совета ветеранов Ленинского округа Валентины Медведковой. Я сама хозяйка, я сама участвовала в номинациях, я могла и во всех участвовать. Мне это всегда очень дело нравилось. И я решила поинтересоваться, а как же остальные тоже делают, пожилые люди, заготовки для своих семей, для своих внуков. Поэтому вот возникла эта идея. Кулинарный конкурс «Видная хозяюшка» был организован совместно с Союзом женщин Подмосковья. В нем приняло участие 11 женщин, которые представили 27 заготовок. Мне посчастливилось войти в состав жюри конкурса, пробуем то, что подготовили участницы, оцениваем и вносим свои баллы в специально подготовленную таблицу по 10-бальной шкале. Заготовки оценивались в пяти номинациях. Салаты из овощей, микс, куда вошли различные домашние приправы и соусы, джемы и варенье и оригинальный рецепт. Все работы были выполнены на высоком уровне. Решить, кто лучше, было непросто. После долгой и вкусной дегустации члены жюри объявили результаты. Одной из победительниц стала Надежда Илюхина. Ее маринованный перец покорил сердца президиума. Конкурс замечательный, проводить его нужно почаще, потому что все довольны. У нас очень много хозяйств, которые занимаются заготовками. У кого есть участки, они всегда довольны. Я занимаюсь заготовками очень долго, поэтому, может быть, оно получается и достаточно вкусным. Победе рады? Конечно. Приз зрительских симпатий достался видному хозяину, единственному участнику мужчине, который представил на конкурс варенье из клубники. Оно отличалось умеренной сладостью и сохранившейся формой клубники. Дело в том, что любые ягоды, яблоки, сливы, варенье, клубника, все для того, чтобы перед началом варенья, они должны полежать в сахаре, ну, где-то часов в 5-6. И потом они задубеют. И потом варить можешь срок год, они уже не развариваются. В планах у организаторов кулинарного конкурса «Видная хозяюшка» в январе сделать еще одно похожее мероприятие. Конкурс под названием «Рождественский пирог, рождественский торт». Поэтому мы приглашаем всех жителей района принять участие в этом новом конкурсе. Приходите, это и интересно. Кстати, мы распространяем рецепты, так что можно получить рецепт. Конкурс «Видная хозяюшка» стал еще одним проектом программы «Активное долголетие», с логотипом которой победители во всех номинациях получили красивые фартуки. Они непременно станут отличным подспорьем в хозяйстве. Юлия Погасян, Грил Иванов, Ольга Садовская. «Видная ТВ». Познакомиться лично и взять аккорд под руководством гитариста Евгения Фелькенштейна, чье имя не сходит с афиш, большая удача для многих учеников детских школ искусств. Такая встреча стала возможной благодаря успешному сотрудничеству «Видновской Дэшии» с фондом Юрия Башмета. Вдоволь насладилась гитарной музыкой Екатерина Коваленко. Лауреат международных конкурсов, профессор, чьи выступления покоряют с первого аккорда. Евгений Фелькенштейн уже второй год подряд проводит в Видновской школе искусств мастер-классы для юных музыкантов. Приветствие маэстро началось, конечно же, на сцене. Захар Прохоров приехал на занятия к мастеру из Ногинска. Мальчику всего семь, и два года из них он страстно увлечен гитарой. Уже сейчас за его плечами несколько удачных выступлений на конкурсах. Я хочу, чтобы со мной поделились секретом мастерства. Скажи, какая у тебя есть мечта? Хочу вырасти и хорошо играть. Из зала за Захаром внимательно наблюдала его преподаватель Мария Верхолашина. По мнению наставника, такие уроки один на один с большими музыкантами – бесценный опыт для детей. Я считаю, что 100% будет результат. Во-первых, это общение с людьми, которые сидят в комиссии. То есть ребенок, представляете, на вытянутой руке общается с маэстро. Конечно, я думаю, что на всю жизнь, конечно, дети запомнят об этом. Занятие с каждым учеником продолжалось около получаса. И за эти 30 драгоценных минут ребята узнали много. Евгений Финкельштейн рассказал в теории и показал на практике секрет гитарного искусства. Дал ценные советы, при необходимости правил технику. И потом подумай, надо снова поставить на кончик. Да, вы, 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 вы. Молодчина. Влад Любушкин из Росвилковской школы искусств внимательно следит за творчеством Евгения Финкельштейна. И сегодняшнего урока он ждал с нетерпением. Мастер очень сильный, прям мастер, прям лауреат лауреатов. Хочется играть так же, еще даже сильнее. Но это очень тяжело, все. Ну, ты будешь прикладывать усилия, чтобы этого добиться? Да. По признанию маэстро, уровень юных музыкантов достаточно высокий. Ребята горят и хотят познавать. Ну, а мы, конечно, не могли не поинтересоваться у Евгения Финкельштейна, как достичь успеха на музыкальном олимпе. Самое главное – это получать удовольствие во время исполнения. Как мне кажется, вот все остальное, да, вся технология, все должно быть подчинено этому удовольствию. То есть мы даже физически должны руками играть. Нам должно быть это приятно, просто физически приятно. И вот как раз такая игра, игра с удовольствием, она и, во-первых, приносит удовольствие самому исполнителю и передается удовольствием слушателям. В завершении мастер-классов, а за два дня в них приняли участие более десяти воспитанников школ искусств из различных городов Подмосковья, Евгений Финкельштейн тепло попрощался с ребятами. Но ненадолго, уже совсем скоро, юные гитаристы наверняка встретятся с маэстро на различных конкурсах. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Любители футбола собрались на стадионе «Металлург», чтобы почтить память своего друга и нашего земляка. В 12-м международном турнире по футболу памяти Александра Цыганкова приняли участие шесть команд. Побывал на соревнованиях и наш корреспондент Дмитрий Книга. На стадионе «Металлург» состоялся турнир памяти Александра Цыганкова, талантливого футболиста из Видного, безвременно ушедшего 12 лет назад. Все эти годы друзья и близкие проводят ветеранские соревнования по футболу, спорту, который действительно был номером один для Александра Павловича. Известный человек у нас в районе в городе, известный футболист. В свое время он играл за местную команду «Металлург», был капитаном этой команды. И сегодняшний турнир, он очень посвящен памяти этого человека. Я считаю, что у нас в городе, в районе должны быть местные свои, коренные люди, на которых мы могли бы равняться. Один из тех, кто стоял у истоков проведения турнира – Александр Родионов, много лет игравший вместе с Александром Цыганковым за одну команду. «Когда Саша ушел от нас, скоропостижно, неожиданно, ну вот, просто у нас как раз первенство проходило. Ну, подумали, посидели, нужно как-то это увековечить, что ли, или что-то сделать такое хорошее, памятное. И решили провести турнир. Ну и инициатива исходилась от нашей команды». В этом году в соревнованиях приняли участие шесть клубов. Уже много лет турнир является международным. Кроме команд из Видного и Москвы, на поле «Металлурга» вышли футболисты из Черногории. «Каждый год участие на этом турнире. Нам нравится, друзья здесь». Не стареют душой ветераны спорта. Виктор Иванович Старостин в свои 72 года до сих пор в заявке на игры. Форму он сохраняет благодаря соблюдению режима. «С зарядки надо с утра начинать, диетическое питание, постоянные, чтобы не срывать тренировки, чтобы были всегда, ну, не такие уж сильные нагрузки, как у мастеров, но, чтобы человек был в форме». «Хороший турнир, приятные встретились, друзья, все хорошо, играем, получаем наслаждение. Привет городу, светлой памяти нашему другу Александру Цыганкову». По итогам игр в финальном противостоянии встретились Видновский союз и Московская Старая площадь. Сильнее оказались видновчане. Матч за третье место проходил в упорной борьбе, и победителя удалось выявить только в серии пенальти, где у гостей из Черногории удары по воротам оказались более точными, чем у команды торгово-промышленной палаты. «Ведь мы понимаем, что поддерживая память друга, футболиста и так далее, мы в первую очередь пропагандируем для молодежи и для детей здоровый образ жизни». В следующем году Александру Цыганкову исполнилось бы 70 лет. По этому случаю организаторы обещают подготовить особенное мероприятие. Спортивные традиции в нашем муниципалитете сильны, и можно быть уверенными, что память об Александре Цыганкове, который оставил яркий след в истории видновского футбола, сохранится у будущих поколений. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Подведены итоги конкурса репостов. Напомним, что в группе «СМИ. Видное» социальной сети ВКонтакте проводился розыгрыш билетов на спектакль о самой сказочной няне на свете «Мэри Поппинс». Продолжение. Представление состоится 2 ноября в 12.00 в Доме культуры города Видное. И вот имена трех счастливчиков Динара Леденева, Ирина Королева и Марина Бобровская. Призы можно получить в нашей редакции по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. А уточнить подробности по телефону 8-495-541-2433. Ну а тем, кому в этот раз удача не улыбнулась, советуем не расстраиваться и внимательно следить за лентой новостей на нашей страничке ВКонтакте. Впереди новый конкурс, новые призы и новые победители. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова